лучезарные в этом видео мы разберем ваши переписки вы мне их прислали в мой телеграм-канал там более двух тысяч комментариев готовы прокачаться психологически и на примере других разобраться психологии отношений тогда погнали что мы здесь видим мужчина очевидно балабол да потом почему потому что он нет ведь она девушка задает конкретный вопрос ну ладно она терпела три года ну ладно это ее ошибка что она на что-то закрывала глаза ну ладно но в переписке то она задает конкретно просто но ответь и конкретно ответьте по пунктам раз два три ну хоть что-то ответь да ну ладно или там до конца настаивай на живую встречу но она видимо правильно сделала не настояв на живость не согласившись на живую встречу чтобы увидеть а что он напишет кстати знаете в чем плюс переписки потому что живая встреча вы же не запишите на диктофон а переписка это то что можно заскринить и сохранить это и создавать договоренности гораздо лучше в переписке а лучше в живую и дальше фиксировать переписки ну ладно в общем он на ее вопросы абсолютно конкретные начинает ее оскорблять начинает обесценивать эти вопросы начинает гадости в ее адрес писать и писать какую-то чепуху про законы мира мне хочется ему спросить а ты вообще какие законы мира знаешь вообще откуда вообще кто фото в до чего ты взял чего ты решил что ты знаешь какие-то законы мира ты на вопросы конкретные ответить не можешь а строишь из себя умника философа но девушку поздравляю что в этой переписке она закончила с ним взаимоотношения и дальше не продолжится но дорогие мои вы должны таких определять ну с первых минут они через несколько лет взаимоотношений и так перед моими глазами 2 перепиской что я здесь вижу это пример женских манипуляций при этом детских чего все начиналось за и в итоге это закончилось ссорой но началось все с манипуляции детских как это выглядит что девушка присылает цветы и говорит как мне приятно фотография цветов как мне приятно папочка нам с мамой дарит то есть вот представьте это все равно что сказать вот мужчина вам присылает мама сделала борщ мужчине и мужчина при этом значит так приятно мамочка моя мне делает борщ так приятно и хотелось бы чтоб ты приготовила какие ощущения будут внутри но раздражение правда же это что это за сравнение меня с мамой но естественно мы так хорошо вали к своей маме реакция нормальной женщины будет именно такой но тут мы видим обратный пример когда девушка приводит пример цветы папы который подарил маме и дочке то есть ей на что мужчина пишет вот кстати я могу сказать что он прикольно пишет до что я чувствую себя неловко мне не мне тоже было бы приятно ну то есть этот мужчина не оскорбляет ее например из первой переписки мы видим что женщина там как-то себе повела как мужчине было некомфортно и мужчина сорвался и начал оскорблять здесь нет оскорблений и это уже прошу обратить на это внимание он по нему тоже видно что он тоже незрелый он тоже ребенок до что мне тоже давно какие-то идиотский ответ мне тоже было бы приятно вот никто не дарит что-то и в итоге а что молчишь так а ты ничего не спрашивала что их молчать ну ты ничего не спрашивала но это что это за ответ не в ступоре ну что это за ответ это опять же манипулятор что значит тупор это значит они у меня есть какие-то мысли но я не хочу тебе их выражать то есть опять же манипуляция да я тут закрылась а ты давай меня раскрывай в итоге у него километровые тексты он видно что он хочет как-то разрулить ситуацию но видно что девушка вообще ничего не объясняет то есть она в начале типа сравнила светами дальше напишет что я в ступоре он пишет километровые тексты и она использует тактику игнор я молчу да ты там нервничай да он где-то тоже пишет неграмотно не оскорбляет но как минимум он пытается разговаривать давай поговорим давай проясним он какие-то вопросы задает он проявляет инициативу то есть у него текста 80 процентов или там 90 процентов и и и там несколько слов 10 процентов текста а она использует игнор то есть она понимает что он задет ей очень приятно и она просто этим пользуются ну и финал финал очка вишенка на торте нам нужно расстаться почему потому что он не с повелся на вашу манипуляцию по это повод расставаться с мужчиной ну я не говорю я не знаю да судя по переписке но я бы не сказал мне конечно же интересно что этот мужчина делает сколько они вместе что между ними было или не было конечно же мне интересна фактура которая здесь нет но я не могу сказать что это ужасно вот если предыдущая переписка я могу сказать да нахер такой нужен все забыла стерто забыто заблокировано здесь мужчина ведет дискуссию а девушка ничего не объясняет и поэтому здесь я вижу манипулятивную закрытую маленькую девочку которая еще в отношениях и вылупилась из объятий родителя и которая пытается строить взрослые отношения 3 переписка тут вопрос извечный вопрос вопрос денег и отношения мужчины к деньгам во взаимоотношениях женщины и мужчина там задают вопрос про деньги женщина интересно ведет себя их достаточно грамотно она не делает выводы мужчине она проясняет а что вам нравится как женщина зарабатывает а он и он уже выражает свою установку да вот очень внимательно относиться с вниманием тому что человек пишет как он выражает мысли и вот он да уже выражается установку что красивая женщина это хорошо а если еще и зарабатывает это же мечта и тут же девушка в ответ на не выражает свою позицию да что мечта это когда мужчина дает женщине деньги всячески заботятся и не интересуются там деньгами да и на что мужчина там абстрактно начинает выписывать стихи вот кстати видел сразу сказать вот если вы в переписке с мужчиной видите поэта какого-то или какого-то есенин или пушкин ну там просто какие-то красивейшие тексты это очень опасный человек потому что это скорее всего балабол и сказочек зачем ему выписывать то что нормальный мужчина он хочет с вами взаимодействовать живую он не тратит много энергии на вот это текстовые впечатления и часто тексты впечатления это мамкины брюка нос и в общем и она прикольно оборачиваю до что я замечу что это именно вы поднимаете не первый раз тему денег в переписке причем женских такое ощущение что эта девушка прошла мой бесплатный онлайн-курс мужчины честная инструкция по применению бездраме манипуляции нет вот этих ошибок она не оскорбляет она не рубит с плеча она выясняет она уточняет она проясняет она озвучивает аккуратно и ненавязчиво свою позицию она дает возможность выразить свою позицию мужчине и только после этого она делает какие-то выводы она не рубит с плеча я уверен эта девушка не потратила больше ни минуты своей жизни на этого экземпляра он того точно не стоит если вы хотите также выяснять балаболов сказочников философов мамкиных брюка нос of алканавтов абьюзеров и тогда и нарциссов и так далее тогда и также среди этого всего вычислять нормальный малый процент нормальных мужчин тогда прямо сейчас под видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатный онлайн-курс мужчина честная инструкция по применению бездрам и манипуляции то что вы там увидите и поймете вы не прощайте ни в одной книжке что мы видим следующие переписки мужчина предлагает женщине провести время дома поставить фильм на что женщина начинает рубить плеча писать какие-то гадости оскорблять и в итоге души здесь она присылает ему как пример переписку с другим мужиком который ей предлагал похоже и присылает этому зачем то есть чувствуется что девушка очень устала что девушки очень большое раздражение к мужчинам хотя если задуматься да но что этот мужчина сделал но он просто предложил зачем обесценивать другое предложение тем более гадости он никаких не писал и поэтому я считаю что девушка здесь раскрылась раскрылась негативной стороны и но здесь если разбирать психологически конечно скорее всего у нее есть мужчины которые ей там ее достаточно обидели в жизни у нее есть много обид и тяжелых чувств по отношению к мужчинам она это не прорабатывает и как рюкзак носит собой и при малейших встречах с незастойными экспонатами она этот рюкзак достает и начинает кидаться вот этим негативом поэтому мы видим что мужчины вокруг нее предлагают ей только одно ничего другого в ее жизни не происходит скорее всего это не единственные два мужчины в ее жизни или за последнее время и конечно же ей кажется но вот еще чуть-чуть и я встречу достойного который мне предложит что-то более достойные прекрасные так далее просто нужно перебирать но поймите что если вы встречаете разных мужчин и они ведут себя плюс-минус одинаково и при этом они между собой не знакомы нужно наверное обратить внимание на себя на свое состояние на свое мышление на уровень своего взаимодействия с противоположным полом и возможно что-то там под корректировать и еще раз напоминаю самые первыми эти переписки видят подписчицы и подписчики моего телеграм-канала ссылка в описании под этим видео следующая переписка это про бывших как вы относитесь бывшим сколько времени вы проводите на страничке бывшего поделитесь пожалуйста прямо сейчас в комментариях сколько 0 минут или больше минут или часов неделю так вот вот что мы видим здесь переписки судя по всему девушка не единожды просила мужчину не упоминать бывшую в их разговоре и судя по всему этот мужчина систематически игнорирует эту просьбу просьба женщины абсолютно нормально если когда в отношениях здесь и сейчас не упоминаются никакие бывшие прошлые отношения особенно если кому-то из партнеров это важно девушка очень зла она в принципе выражает это аккуратно до что я сейчас очень зла и не слышишь я тебя просила мне неприятно скорее всего на дно и тоже и обещает эти обещания не сдерживают и она не видит смысла с ним разговаривать дальше на следующий день он не пишет начинает что-то там выяснять манипуляция начинается да я держался почти сутки я не понимаю ты меня очень обидела ну то есть думать и за а она ему говорит слушай ты упоминаешь бывшую мне неприятно и он на источник говорит и меня этими словами обидела это детская дешевая манипуляция когда на претензию другой человек отвечает встречной претензий то есть на такое вестись вообще не нужно дальше ему спокойно отвечает как раз хотела тебе написать сможешь ездить кровать посмотреть то есть это уже она выражает какую-то просьбу меня и тему но я не знаю контекста я не знаю что между ними какую кровать живут они вместе ли нет к сожалению этих деталей нет но из этой переписки могу сказать что девушка достаточно спокойно достаточно корректно она не оскорбляет и не рубит с плеча мужчина же вместо того чтобы попросить прощения признать что да я был неправ да упомянул бывшую да я понимаю насколько для тебя это важно да согласен что тебе кажется что я тебя не слышу признаю извини меня пожалуйста да ну например почему нельзя об этом писать можно было на на это он с утра начинает ей придать претензии я тебя не понимаю ты мне вынесла мозг но опять же никакой конкретики и встречное обвинение здесь мужчина абсолютно не прав